Украина планирует новую провокацию с военными кораблями в Керченском проливе. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны, СНБУ Украины Александр Турчинов рассказал о подготовке нового прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив. На провокацию не повелись, ЕС не будет вводить новые санкции против РФ, Брюссель предложил Москве помощь в выстраивании диалога с Киевом после инцидента в Керченском проливе, это принципиально для нас. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, сказал он в интервью BBC Украина. По его словам, Россия якобы намерена предъявить всему миру новые морские границы в Черном море, что де-факто легализует оккупацию Крыма. Турчинов добавил, что с осуществлением нового прохода украинских кораблей нельзя медлить. Мы предлагаем нашим партнерам принять участие в этом проходе из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовском побережье, сказал он. Турчинов заявил о намерении пригласить представителей ОБСЕ и других международных организаций, чтобы они присутствовали на кораблях. Таким образом Украина планирует доказать всему миру, что моряки не нарушали никаких законов и международных правил. 25 ноября три корабля ВМС Украины Бердянск, Ника Полиян и Капу вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело. Служащие ВМС Украины признали в ходе допроса, что их действия носили провокационный характер. При обыске на кораблях обнаружили оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море. Позднее Киевский суд Симферополя арестовал до 25 января 2019 года всех моряков, задержанных в Керченском проливе. После этого арестованных украинских моряков перевели в СИЗО Лефортово в Москве. Трое раненых во время задержания находятся в больнице Матросской Тишины. В Москве произошедшее назвали провокацией Киева. Президент России Владимир Путин заявил, что инцидент был организован украинскими властями перед президентскими выборами, которое намечено в стране на март 2019 года, для того чтобы отвлечь внимание граждан. Командование Вооруженных сил Украины засекретило информацию об отправке украинских военных судов в Керченский пролив 25 ноября. Порошенко объявил на фоне инцидента о введении военного положения в 10 регионах страны. Режим будет действовать до 26 декабря текущего года. Киев также запретил въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет.